Лиджи или по-калмыцки Лиджи – очень популярное калмыцкое имя, причем как до революции, так и в наши дни. Носитель имени Лиджи – это писатель Лиджи Инджиев, популярный исполнитель Лиджи Горяев и многие-многие другие. Фамилии же, производные от этого имени, существуют в Калмыкии в нескольких вариантах – Лиджиев, Лиджеев, Леджинов и Лиджаев. Однако очевидно, что эти фамилии производны именно от имени Лиджи. Что же оно значит? О том, как, кому и почему давалось это имя, подробно написал профессор Алексей Матвеевич позднее в книге «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношением всего последнего к народу». В Монголии самый употребительный способ для определения имен новорожденных есть исследование так называемых «пяти гараков», на которые разделяют в буддийской астрологии все числа месяца. Каждый из гараков имеет свое собственное название, и это название дается новорожденному как его имя, сообразно тому гараку, в который он родился. Гарак 4, 9, 14, 19 и 24 и 29 чисел называется Лиджи, Лиакиканджо. Поэтому и человеку, родившемуся в одной из этих чисел, дается имя Лиджи. Числа эти считались, разумеется, по лунному, а не по солнечному календарю. Очевидно, что до революции калмыки поступали так же, как и монголы, потому у нас и имен Лиджи очень много. Что же оно означает? Тибетское слово «ле» переводится как «действие, дело, карма», а «ки», читающееся в некоторых тибетских диалектах «акджи», суффикс родительного падежа словом «кандо», которое не входит в состав этого имени, это «дакиня», особое женское божество. То есть вышеперечисленные дни находились под покровительством «дакини кармы». В общем, все Лиджи, рожденные до революции, родились под защитой «дакини кармы». Слово «дакиня», «кандо», «отпало за ненадобостью». Ну, кто же будет мальчика называть «дакиней»? А «леки», то есть «кармы», осталось. Таким образом, имя это означает «действие, активность, карма». Правда, в родительном падеже. Вот такое это интересное и необычное имя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова